парни всем привет я сегодня решил записать небольшое видео о кантри гитаре я выпускал ролик и в комментариях спрашивали насчет когда будут уроки обучающие такие видео обучающие да вот я решил записать о кантри такой небольшой ролик мне кажется будет это интересно многим гитариста многие гитаристы любят этот стиль я тоже в такой юности потратил достаточно много времени на изучение этого стиля поиграл такую музыку немного потом от этого не отошел на какие-то навык у меня какой-то остался то есть я сегодня постараюсь поделиться так сжатой форме тем что я знаю о кантри или bluegrass стиль да исполняется как правило на телекастере бриджевый датчик либо middle position такой характерно для этого стиля использования комбинированного штриха или как называют в кантри среде это chicken picking то есть когда вы играете медиатором пальцами такие штуки то есть этим стоит отдельно заниматься вообще очень самобытный стиль конечно там много много нюансов своих в плане звукоизвлечения много фишек он построен во многом на таких паттерна вкусных шаблонов то есть вы просто возьмете лад мажорной пентатоники начнете его играть вверх-вниз это не будет звучать как кантри там очень много штук с открытыми струнами типа банджо ролл и всякие так называемые то есть это все нужно отдельно учить этим заниматься вы берете фразу учите и немножко осложняется тем что они привязаны к открытым струнам а значит привязаны к тональности определенные но есть и другие элементы которые может транспонировать легко другие тональности например в кантри часто используется имитация звучания педал стил гитары и лэп стил гитары это разновидность лай-гитары на которой играют бруском может вы видели в дарт-стрейтс на концертах часто такое было то есть что для этого характерно бэнды немного отличаются если вы играете в блюзе бэнды более такие эмоциональные что ли они такие точные типа там то в кантри как правило играется более механично что лимит имитируя вот это звучание то есть и вот эти все сочетания таких но да вот я беру бэнд потом беру ноту и с бэндом происходит движение а верхняя нота остается звучать вот это один из вариантов имитации педал стил то есть если я нахожусь тональности соль мажор вообще используется да как правило параллельная пентатоника ну то есть я знаю что большинство гитаристов ориентируются по минорным пентатоником больше да характерно больше для рока там то есть вы играете в тональности соль мажор значит вы можете использовать аппликатуры ми минорные пентатоники которые вы уже очень хорошо знаете и так просто вам нужно мыслить тоники в другом месте вот у меня ми минорная пентатоника да и она же будет являться соль мажорной то есть параллельно только тоники будут уже не ноты ми а ноты соль и соответственно когда я буду строить по ней фразы я буду уже целевыми и нотами будут соль а не ми то есть блюзовая гамма я сейчас играл на то же самое ми блюзовая она же будет соль соль мажорной блюзовой для фразировки характерно а еще вернусь немножко к педал стил гитаре да вот эти фишечки есть такие прям типичные типичные которые по-любому надо знать допустим вы обыгрываете соль мажор да вот у вас тоника соль на второй струне и такая штука это прям классика классика то есть тоника я от второй ступени тяну к 3 задерживая его там беру ноту ре на первой струне она продолжает звучать потом опять беру вторую вот такая штука ее можно играть то есть различные комбинации фраз еще клевая штука когда вы можете задействовать еще вот эту ноту до которая под первым пальцем типа то есть та же идея да чуть чуть сложнее тянуть но используется тоже идея то есть вот первая ступень я тянула второй и так далее вот с дабл стопами очень много происходит штук типа например вот у нас соль мажорная трезвучия ре соль си да это такая фраза то есть я играю ре фа соль си бемоль то есть обыгрываю как бы малый мажорный саптаккорд соль семь и за счет такого смещения акцентов происходит как бы получается и фраза интересная тарата 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 это одно звено верхние две ноты я играю указательным средним и виземянным пальцем то есть еще я чередовал с нутой мисс шестой ступени вот такие штуки есть еще например такая на соль мажор тоже имитация педал стил то есть я играю соль мажорное трезвучие си ре соль потом подтягивая бендом ноту си до ноты до а вот еще такая штучка вот соль мажорное трезвучие просто да я его разбиваю на кусочки очень просто вот такая же штука соль ре соль да как бы такой тоник а я беру фа диез и подтягиваю до ноты соль на шестой струне короче много фишек этим надо заниматься снимать если назвать гитаристов которых бы я порекомендовал это Дэнни Гэттон из таких более старшего поколения Альберт Ли из современных парней Брэд Пейсли Джонни Хайланд Винс Гилл вот это я напишу в комментарии либо в видео вставлю именно чтобы вы послушали как это сейчас звучит современная кантри такие виртуозные чуваки очень колоритные именно американские иногда слышу таких ну знаете таких рокеров или фьюжн чуваков которые пытаются играть кантри просто быстро пассаж это не совсем как кантри звучит то есть там есть свой колорит этот американский звук эти все бенды чекин пикин штуки вкусные которые нужно которым нужно учиться открытые струны также много участвуют Например, соль-мажорная гамма, сыгранная в кантри-стиле, будет. То есть я играю соль, ля, потом си открытую, до, ре, ми открытую, фа и соль. Типа как эффект такой педали у пианино, который вы зажали, все звуки наслаиваются один на другой. Короче, много таких штук. Немножко о фразировке. Я даже бы ее сравнил чем-то с бибоповой такой фразировкой. То есть она имеет линеарный контур такой зигзагообразный. Уж простите за мою наукообразную речь. Короче, с зигзагами такими идет. И очень много опиваний, хроматизмов. Используется миксолидийский лад, блюзовая гамма, мажорная. Смешивается еще с хроматизмами. Вот как пример, например, фраза Стива Травата. Тоже клевый кантри-гитарист. Если ее проанализировать. Вот ля мажор он играет. С минорной терции на мажорную терцию. С малой на большую. Это миксолидийский лад. Здесь от второй ступени к первой мы идем по хроматизму. Такая типичная блюзовая штука опивания в большой терции. Тоже хроматизм от первой ступени к седьмой. Это блюзовый от пятой к четвертой. Пятая, пятая, пониженная, четвертая. Опять же, от малой терции к большой. Первая ступень и по мажорной пентатонике заканчиваем. Или, например, на ми мажор еще его фраза. Так же примерно строится. Я их не заучивал специально, чтобы вставлять соло. Их сложно достаточно ставить в такие длинные фразы. Я рекомендую такие фразы разбирать для анализа. Чтобы вы могли понять, как она устроена. Как я сейчас назвал. От какой ступени какой. И придумывать что-то свое сразу такое. Вот мы сыграли там. И, например. Это его фраза. Я пытался делать всегда, допустим. То есть, другие ноты. Но тот же принцип. То есть, я певаю те же ступени. Немножко по-своему фразирую. Потому что, если вы понимаете, как это строится. Вы можете на ходу эти фразы генерировать во время импровизации. А не пользоваться только заученной. А заучивать нужно фишки. Вот эти все. Банжо-роллы. Дабл-стопы. Педал-стилл. Бенды. Вот эти интересные. Которые создают колорит правильный для этой музыки. Ну, вот примерно все, что я хотел сказать на эту тему. Сегодня такое короткое сжатое видео. Задавайте вопросы в комментариях. Записывайтесь на онлайн уроки по скайпу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Keep in touch. То есть, если что-то я... Какие-то моменты интересны более подробно. Напишите в комментах. Я отвечу на какие-то вопросы. Все. Всем удачи. На связи.